Пилсатос. Центра. В центре города. По-латышски получается города в центре. Слово центрс, первое склонение, стоит в падеже locatives, где. И пилсатос в падеже генетив, четвертое склонение. Чего? Центр чего? Города. Пилсатос. Сегодня называем предметы. Это есть, это есть, это есть, это есть. По-русски у нас нет никакой разницы между это опера и это памятник. Правда? По-латышски она есть. У нас есть четыре варианта, как мы можем что-то обозначить. Либо тас, либо ты, либо та, или тас. Ну, посмотрим. Давайте повторим. Кас тас ир? Тас ир бривейбас пиеменеклис. Что это? Это памятник свободы. Тас ир бривейбас пиеменеклис. Вода гадарис, почему тас? Угу. Потому что пиеменеклис, это, мушку рот, и словизнез на числе. Тас ир бривейбас пиеменеклис. Каста ир. Каста ир. Та ир опера. Та ир опера. Это опера. Слово женского рода, поэтому... Угу. Та. Та ир опера. В вопросе, как мы видим, задается вопрос точно так же. Кастасыр, каста ир. Конечно, вы, наверное, подумаете, ну как же я могу знать, какого рода существо, какого рода слово, когда я задаю вопрос? Ну, так оно и есть. В учебнике, конечно, упомянут какой-то идеальный вариант, когда человек, скорее всего, знает, что опера это опера, но все равно задает этот вопрос. В нормальной жизни, конечно, если вы не знаете какого-то предмета, показываете на него пальцем или рукой, или держите его в руках и спрашиваете всегда. Кастасыр. Кастасыр. В мужском роде, в самом нейтральном. Кастасыр. И в ответ вы получите один из четырех вариантов. Либо, допустим, если в руках у вас телефон, вам ответят ТАСЫР ТАЛРУНЕСЬ. Если у вас в руках была книга, вам ответят ТАИР ГРАМОТА. ТАИР ГРАМОТА. А теперь представьте себе, что вы держите в руках штаны. Слово БИКСЕС. БИКСЕС. Слово женского рода, которое существует только во множественном числе. Вот нет у него единственного числа. То тогда вам скажут ТАСЫР БИКСЕС. ТАСЫР БИКСЕС. А если это юбка, то будет ТЕ ИР СВАРКИ. ТЕ ИР СВАРКИ. Слово мужского рода и только во множественном числе. Ну, давайте все четыре варианта еще разочек. Вы спрашиваете, что это, и вам отвечают. Давайте их будете спрашивать. ТАСЫР БИКСЕС. ТАСЫР ТАЛРУНЕСЬ. ТАСЫР БИКСЕС. ТАИР ГРАМОТА. ТАСЫР БИКСЕС. ТЕ ИР СВАРКИ. ТАСЫР БИКСЕС. ТАСЫР БИКСЕС. Да, то есть задавая вопрос, если это и вправду нормальная жизненная ситуация, вы еще не знаете, к какому роду и числу принадлежит слово, а вот уже отвечая, точно знаете. ТАСЫР БИКСЕС. ТЕ ИР СВАРКИ. Ну что, походим по городу и поназываем объекты. УЗДАВУМС ДИВИТРИС. УЗРАКСТИ ТЕЙКУМУ ЛЕТУЮТФОРУМУ ТАСЫР ВАЙТАИР. УЗРАКСТИ. Догадались, почему слово обведено оранжевым кружочком, а вот это зелененьким? Угу, потому что они спрягаются по-разному. Оранжевеньким – это слово третьего спряжения, соответственно, будет, как будет, я пишу. ЭСУЗРАКСТУ. Или еще более правильно, ЭСРАКСТУ. Без приставки, да? ЭСРАКСТУ. А вот ЛЕТУЮТ, да, это, кстати, форма причастия, использую я, но это неважно. Это как раз то слово зелененькое второго спряжения, спрягая которое, нам нужно вот это Й. ЭСЛЕТУЮ. Ага, ЭСЛЕТУЮ ЭСРАКСТУ. ЭСЛЕТУЮ ЭСРАКСТУ. Ну-ка, пермейс. ТАСЫР ВЕЙКАЛС. ТАСЫР МУЗЕЙС. ТАА ИР МАЯ. ВАЙ ТА ИР ПОЛИЦИЯ. ВЕНЕ? ВАЙ ТАСЫР НАМС. ТАСЫР НАМС. Если мы говорим о многих этажках, то, зависимости от того, как нам больше нравится, мы можем сказать и ТАА ИР МАЯ, и ТАСЫР НАМС. Например, многоквартирный дом, ДАУЦ ЗАИВОКЛЮ МАЯ, ДАУЦ ЗАИВОКЛЮ НАМС. В отношении некоторых объектов архитектуры можно сказать только либо-либо, например, частный дом это МАЯ, а какое-то учреждение, то это будет скорее НАМС. Ну, у нас есть еще раз варианта писания карцинки, как сказаться, это полиция. ТАА ИР ПОЛИЦИЯ. ШЕИТ. ТАА ИР КАТЕДРАЛЕ. ТАА ИР КАТЕДРАЛЕ. Слово сабора КАТЕДРАЛЕ. Женскирот петесклини, ассатисна. ТА ИР КАТЕДРАЛЕ. У ШЕИТ. ТАС ИР ЛАИМАС ПУЛКСТЕНИС. ТАС ИР ЛАИМАС ПУЛКСТЕНИС. ЛОТИ ЛАБИ. ЛАСИ ДИАЛОГУ. УЗДЕВУМС ДИВИ ЧЕТРИ. ЛАСИ ДИАЛОГУ. АТБИЛДИ. ТАС ИР ПАРЕЗИ ВАЙ НЕПАРЕЗИ. ЛАСИ ДИАЛОГУ. ЧИТАЯ ДИАЛОГ. АТБИЛДИ. АТВИЦ. ТАС ИР ПАРЕЗИ ВАЙ НЕПАРЕЗИ. ЭТА ПРАВИЛНА ИЛИ НЕПРАВИЛНА. Видим, что оба слова здесь аранжевинки, значат, как будет, я читаю, я отвечаю. ЕС ЛАСУ, ЕС АТБИЛДУ. ЕС ЛАСУ, ЕС АТБИЛДУ. ЛАСИ ДИАЛОГУ. КАТ СКАЗАТЬ? ЕС ЧЕТАЮ ДИАЛОГУ. ЕС ЛАСУ ДИАЛОГУ. И второе предложение. ЕС АТБИЛДУ. ТАС ИР ПАРЕЗИ ВАЙ НЕПАРЕЗИ. Смотрим здесь, кстати, использование слова ТАС. Это же ЭТО. ИЕСТЬ, ответь ЭТО, ПРАВИЛЬНО или НЕПРАВИЛЬНО. То есть, да, самый нейтральный вариант, конечно, сказать ЭТО, в том числе, как здесь, как СОЮЗ в предложении, это, конечно же, ТАС. ТАС. Но если у нас было бы, например, ПРОЧИТАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СКАЖИ ОНИ, ПРАВИЛЬНЫЕ или НЕПРАВИЛЬНЫЕ, то здесь появилось бы ТИЕ, ТИЕ, потому что здесь было бы слово ТЕЙКУМИ, ЛАССИ, ТЕЙКУМУС, АТБИЛЬДИ, ВАЙ ТИЕ, ИР ПРЕЗИ, ВАЙ НЕПРАЗИ. То есть, видим тот же самый принцип ТАС ТИЕ, ТА, ТАС, у нас будет работать и здесь, когда уже мы говорим о СОЮЗах, о тех же самых местемениях, которые вот работают внутри предложения. Ну, КОЛАСИСИМ? ЕС ЛАСУ, УНЮС АТКАРТОЙТ. Анна ИР ПИЛСЕТАС ЦЕНТРА. Анна ИР ПИЛСЕТАС ЦЕНТРА. ВИНА НЕЗИНА, КУР ИР ПАСТС. ВИНА НЕЗИНА, КУР ИР ПАСТС. Анна ИГН so other 점, КОЛОСЕ НА ИР ПАСТС. КАСКАЦИ ЕГН so это? ЕС НЕЗИНА. ЕС НЕЗИНА. ПАРЕЗИ, ЕС НЕЗИНА. ЕС НЕЗИНА, КУР ИР ПАСТС. ПАШИБЯ. ЕС НЕЗИНА, КУР ИР ПАСТС. ЕС НЕЗИНА, КУР ИР ПАСТС. ЛЁТ ЛАВИ. МУСУ ДиАЛОСС. Анна. Сакiete лодзу, КУР ИР ПАСТС? Пасц. 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 Далеко не повисим туву. Совсем близко. Повисим совсем. Например, в следующий раз, когда я вас прошу. Ка ём сиет? Вы можете сказать совсем хорошо. Повисим лаби. Повисим лаби. Далеко близко. Это два наречия отвечают на вопрос «как?». Обычно в латышском языке наречия заканчиваются на буквочку «и». Лаби, например. Слыкты и так далее. И вот у нас есть два, которые заканчиваются на «у», и видим, что они оба связаны с расстоянием. Повторяем. Повторяем. Правильно или неправильно, и, соответственно, немножечко дополнить эту идею, то есть чтобы всё мы знали про Анну. Анна ирвец Рига. Анна в старой Риге. Не, нау. Виня ирпилсата с центра. Анна не зина, кур ир пасц. Это правильно? Тас-сир парейзи. Пасц-сир марияс-иела. Не, нау. Пасц-сир бриви-бас-иела. Тас-сир талу. Не. Повисим тугу. Простое предложение, но нам нужно это всё повторить, ведь это же очень нормальная жизненная ситуация, когда вы спрашиваете, где что находится. Правильно? И на экзамене она тоже встречается. Уздавам с дэви пьетси. Вейду лидзейгус диалогус. Создай. Похожие диалоги. Вейду, как сказать, я создаю. Эс вейду-ю. Тунезеный курир. И вот у нас четыре объекта с местом расположения. Ну что, поиграем? Первый диалог я делаю полностью, а уже со второго оставляю вам время для ответов. Сакет лудзу, курир медицинас центрыс. Медицинас центрыс ир сколас-иела. Палдес. Вейтас-сир талу? Не. По-весам ту-ву. Ну что? Сакет лудзу, курир тиргус? Паудес! Vai tas ir талу? Санатся? Получилось? Львови! Теперь вы мне спрашиваете, где же находится остановка автобуса? Паудес! Автобусу пиетра ir Марияс елā. Не, пависам туру. Паудес! Сакет лудзу, кур ir киоскс? Паудес! 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 Львови! Паудес! 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 Паудес!